здравствуйте друзья недавно получил кучу вопросов как написать алгоритм который найдет 2 по минимальности элемент массиве так как эта задача вызывает такие большие затруднения имеет смысл отдельно ее разобрать и посмотреть откуда ноги растут у этого алгоритма нашей telegram группе ссылка на группу в шапке канала мы обсуждали эту задачу и там поступали предложения просто сортировать массив и соответственно тогда в сортированном по возрастанию массиве на первом месте будет стоять минимальный элемент на втором месте 2 по минимальности на третьем 3 и так далее соответственно можно легко получить ответ но к сожалению это самое неэффективное решение потому что для этого приходится выполнить сортировку массива что само по себе достаточно сложная задача соответственно тратить такую кучу вычислительных ресурсов только для того чтобы взять потом второй по минимальности элемент не имеет смысла хотя и задача решается таким образом также было предложение найти сначала минимальный элемент массиве а потом пройти еще раз по массиву и найти минимальный элемент без учета найденного ранее действительно минимального элемента этот способ тоже рабочий он тоже даст правильный результат но потребуется два прохода по массиву вместо одного а можно ли решить задачу за один проход по массиву оказывается что можно для этого я для начала воспроизведу обычный алгоритм поиска минимального элемента в массиве запустим и убедимся что мы действительно получаем минимальный элемент должно быть 16 в результате минимальный элемент массиве 16 все в порядке алгоритм работает ранее я уже делал видео с детальным разбором этого алгоритма поэтому подробно на нем не будем останавливаться в принципе все просто мы создаем переменную мин в которой храним кандидат на минимальный элемент и дальше идем по массиву и после того как проход по массиву будет закончен в переменной мин неизбежно окажется минимальный элемент давайте теперь пойдем простым логическим путем и попробуем дополнить этот алгоритм и так чтобы он позволял вычислить второй по минимальности элемент тоже для этого введем переменную в которой будет храниться второй по минимальности элемент что можно сказать по поводу вот этого вот кода по мере выполнения этого цикла в переменной мин всегда находится минимальный элемент из всех которые уже были просмотрены ранее что случается когда мы находим новый лучший кандидат на минимальный элемент переменную мин записывается новое значение а старое значение которое было в переменной мин до этого что это за значение это будет минимальное значение всех просмотренных за исключением последнего просмотренного элемента который оказался меньше то есть старое значение которое было в мин это и будет второй по минимальности элемент и мы можем записать вот такой код то есть старое значение которое было в min у нас теперь становится кандидатом на второй по минимальности элемент в остальном все тоже самое достаточно ли этого чтобы найти второй по минимальности элемент пока что еще нет потому что эта ветка срабатывает только в случае если мы нашли новый минимальный элемент массиве но и без этого любой встреченный элемент может быть кандидатом на второй по минимальности элемент и это тоже нужно проверить то есть если текущий элемент не стал новым минимальным элементом его все равно нужно проверить кандидат на второй минимальный элемент вот так это основная логика по поиску второго по минимальности элемента но здесь не хватает еще одной мелочи если в нашем массиве числа могут повторяться то мы можем встретить минимальный элемент второй раз в этом случае эта ветка не сработает так как минимальный элемент равен минимальному элементу то есть мы пойдем сюда и этот минимальный элемент окажется конечно же меньше чем мин 2 и тогда в мин 2 у нас запишется первый по минимальности элементы мы потеряем информацию о втором минимальном элементе то есть вот здесь необходимо дополнительно ввести запрет что мы рассматриваем только те элементы которые не равны минимальному элементу вот теперь все также нужно не забыть как-то инициализировать переменную в начале до старта алгоритма для того чтобы все работало нужно инициализировать это все таким образом то есть мы изначально наши минимальные элементы инициализируем числом которое вообще максимально возможно ну и дальше по мере работы алгоритма находим искомое значение теперь мы можем записать следующее если 2 по минимальности элемент не равен интеджер то выводим следующее то выводим следующее здесь есть один очень тонкий момент что если массив состоит целиком из одинаковых чисел то в этом случае 2 по минимальности элемента нет поэтому неплохо бы это предусмотреть итак запустим и посмотрим что программа нам выдаст второй по минимальности элемент 24 минимальный элемент 16 смотрим что у нас в массиве 16 самый минимальный 24 второй по минимальности все таким образом задача решена мы нашли то что нам надо что будет если массив состоит из одинаковых чисел вот как-то так запускаем видим второго по минимальности элемента нет минимальный элемент массиве 1 таким образом имеем вот такое вот решение задачи самая короткая эффективная работающая за один проход по массиву вот и все на сегодня надеюсь мне удалось объяснить как можно из алгоритма поиска минимального элемента сделать алгоритм поиска также и второго по минимальности элемента спасибо всем кто участвовал в обсуждении в нашей телеграм-группе всем успешного программирования пока